дорогие друзья всем привет с вами Серега Пынзель и вы попали на мой канал хотел попросить тебя если ты смотришь мои видео постоянно обязательно подпишись на мой канал если смотришь редко не подписывайся обязательно поставить если видос понравился если не понравился ставь дизлайк и напиши почему ну а вам приятного просмотра наше путешествие продолжается так мы с Дарией Витальевым наконец-то выбрались на завтрак любительница поспать на отдыхе потому что любит потусить мирова вот и двигай нам наверх или там пройтись хочешь вот такая у них спа зона здесь спа говорю это не спа зона бассейна здесь сам можем и так и так подняться блин ну как у них здесь реально мимишно все так все это цветочки пальмы вот такое дерево как у нас вот 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 наверх ну да красотично садись где хочешь вот здесь на 1 входе да давай почему-либо что здесь ходите туда будет представляете вот такой стол с видом как будто окошко давай пойдем здесь меньше сквозняка кстати красота Дарией Виталийна Дашулька не буду больше Дарией Виталийна называть будет только Дашулька назвать ты что будешь мне это брейкфаст туркиш английский или турецкий туркиш брейкфаст туркиш брейкфаст чай чай туркишки американого представляете прям в бассейн утки прибыли она съела мой хлеб видела съела мой хлеб да я там хлеб там оставил на воде фитхеда при прилетишь также прилетишь что-то пейс и не могу я не могу все я оттуда никуда не уехал это была скуша это такая девочка лошица 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 какая Так, у нас завтрак уже на столе, Дашулька пока там с котами разбирается, я вам все покажу, потому что она сейчас придет и это все дело быстренько снесет. Так, у меня здесь вот такая яичница, вот такие сыры вкусные, ну оливки понятно, в Турции везде оливки. Это я не знаю, что это такое, это с сыром что-то, да, с сыром, Дашуль яичницу обычно заказала. Помидорчики, огурчики, в общем вот такая красота. Это, по-моему, с ухо на хлеб очень вкусная тема. Опять, сутрица было солнце, сейчас стало более пасмурно, но на улице тепло. Где мой телефон? А тебе мой телефон, нет? Нет. А где он? А, нашел фотки ровно год назад, ровно год назад мы тоже здесь были. Вот, на этой же набережной, получается. А, это фотка 20-го года, 20-го года вот там, на набережной. А есть у меня еще, сейчас покажу. Ровно год назад, где-то танцем. Вот, где он снимает. Ну, и тюк наш, фотка показывает. Да, да, да. Отсюда же, да, покажи. С этого же отеля, когда мы тут были. Вот, видишь? Такие, вот. Все, это рядом, наверное, тоже пойдем. Потом еще вот это место. Вот еще. А это где? Ну, это рядышком. А, нет, это у Людмис. Это у Людмис. Вот, где даже написано на Людмисе. Ну, короче, да. Это все 24 апреля 2023 года. И кто-то, наверное, помнит этот шикарный танец на Союзе выставлено. Это мы здесь его делали, на этой поляне. Там, кстати, горы. Красиво очень было. Не, ну тогда тоже жарко было, мы ехали. Тоже было жарко. Давай. Вот я вам говорил, что где Даша находится, она всегда найдет вот такое чудо. Сейчас покажу вам. Они сами меня находят. Вот. Достаем стульчик, а он здесь спит. То есть я выдвинул стульчик, чтобы сесть, а он спит. Видите, улыбается еще. Вы красивые, вообще классные. Еще я его так начала чесать, он кайфует прям. Во-во. Блин, найти. А может и не нравится. Эти, как, не, жопу им не нравится, когда Чеш. Как мы говорим? Эти кожаные понаехали здесь, трогают меня. Не, 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 нравится. Голова ему нравится. Я поняла. А я поняла, тигр, рой ты мой, тигр. Особенно с которым он оранжевый. Ты знаешь, что... Короче, а я вам пока Дашулика здесь балуется с котом. Я вам покажу, куда мы пришли. Мы пришли, мы здесь были... О, рыбка. Плавает. А, кстати, черепаха сейчас балется на рыбу. Черепаха. Не, ну рыбу видно. Здесь вот такой вот причал. Здесь вот такой вот отельчик. При отельчике можно... В любой отель, в принципе, можно зайти. И, конечно, на бассейне, я не знаю, пускают или нет. Но вот, например, покупаться здесь, заказать там, я не знаю, чай, кофе, капучино, покататься на лодках, это, конечно, всегда пожалуйста. Вот я даже сюда пройду. Здесь, правда, единственный момент, я не знаю. Ву, смотрите, сколько рыбы купаются или нет. Потому что здесь все-таки причал от лодок несет. А, вон пляж, я вижу. Сейчас пройдемся к пляжу. Да, рыбы здесь дофига. В Алании поменьше. Вот бы здесь подводной охотой позаниматься. Но подводной охотой не везде можно заниматься. Не везде. Ну и тем более, это уже получается Эгейский у нас, да? Море в Эгейском море, как правило, подводный охотой. Соответственно, что еще хотел сказать? Что здесь получается отельная зона. Поэтому здесь уже можно вот таким способом купаться и загрязать. Вот видите, здесь отдельно пляж сделали. Но поскольку отель небольшой, поэтому лежаков не так много. Красотичка. Ну, что могут сказать? Фетхиэ, это, конечно, крутяк. Нам очень нравится Фетхиэ. Очень симпатичный, классный, колоритный городок. То есть, если у вас в планах попутешествовать по Турции в целом, то обязательно поставьте себе, так сказать, точку в Фетхиэ. Фетхиэ – один из красивейших городов Турции. Так, друзья, обновил коня. Причем обновил так, серьезно. Смотрите, где я нахожусь. Вот такой у меня здесь мото. У меня здесь тормоза. У меня здесь педаль газа. И это газ тоже. А, это педаль тормоза заднего. Спидометр. И вот такая штука есть. И еще и целый багажник. Вот, багажник сзади. Ой, выходит. Так что, Даш, зато твоих вещей много влезет. Симпатичный. Бах. Дверь закрыл, поехал. Прикольно. Зато вещей много влезет. Не холодно, не дует. Как в тачке. Посмотрите, какая красота. Я в туалет хочу пойдем. Да идем уже, идем. Дай покажу ребятам. Красиво здесь все. Видишь? Сюда? Прогуляем. Прогуляемся? Да, у нас в китайские рестораны. У нас в отеле. Где угодно. Это пальма, как у нас на балконе. Офигеть. Так она может, вот во что она может превратиться. Да, прикинь точно она. Да, да. Приезжаем она так в потолок уперостном. Так вот. Так и называется отельчик. О, спит. Как его коты здесь не замучили. Здесь котов столько, что... Двятов. Коты там, да. Тут тоже басик. Ну то есть в любой отеле так заскочили. Сразу же. И узнали стоимость. Кот живет кашу. Кстати, он какую-то кашу ест, котяра. Ну, колоритно, красиво. Единственное, вот как бы мы, поскольку солнце... А нет, черепах не видно. Вот, черепах, да, не видно. Хотели все-таки черепах и на пляж сгонять. Но на пляж... Сходимся, давай переоденемся. Да? Мне не холодно. Я думал на пляж сегодня, но на пляж уже не поедем, потому что мы пасмарно реально. Ну да, кстати, мы уже на пляже почили. У нас пляж. А, завтра солнечный? Ну, вроде да. Ну все, тогда завтра. У Даши, кстати, всегда есть предлог. Предлог плохой погоды. Погода хорошая, надо сходить. Погода плохая. В общем, мы вот здесь. Сидим в плохой погоде, давай хоть в магазин зайдем, просто посмотрим. Ну, может что-нибудь выглядело. Не, не надо мне. Костюмчик, да, хороший? Вот какой. Есть один момент. В мотоцикле некуда это складывать. Нет, если он не старт, я там выйду. А? Я специально администрации делала, которые выкидывали. Супер, супер. А пока стоит, посмотри. Сколько стоит, посмотри. Ты сейчас по-другому. Башка. Или с этого девчонки. Шесть тысяч. Да, две тысячи получается. А, видишь? Ну, потом. Тысяча семьсот лир. Ну вот, Дашулька почему-то заскочила, потому что она уверена, что здесь Валаньи тоже есть, но здесь, говорит, есть больше выбора. Ну, это шерстяной. Куда мне шерстяной? Вот рубашки. Вот рубашки. Всякие разные. И шелчек. Смотри, какой. Почем? Это классика. Я вижу, я такие шорты. Я такие шорты, думаю, буду носить. Ну, вот этот костюм не чешный. Ну, боюсь, что он превратится в любимый мой. И я его затаскаю потом. Ну, нормально. Это экселька. Ну, да. Ну, короче, две тысячи лир. Это около, получается, что, пятьдесят долларов где-то. Все видите, как заботится о мужа. Вот она реально, если не до шорты, то я бы ходил бы в одной и той же футболке везде. И навстречу, когда я бы, то есть, я не заморачиваюсь с этого. У меня нет в этом прикола. Мне не хочется там наряжаться и так далее. Но мне это хочется делать, если это уже есть. Когда я уже померил, увидел и так далее, вот круто. Кстати, Тема такой же. Вот Давид сам себе выбирает одежду. Что это я хочу. То есть, он всегда знает, что ему хочется. Тема, он приходит в магазин. А, это не буду. Ой, мне лень. Все, пойдем отсюда. Давай, какой эксперимент? Если делать эксперимент, я все, мы тут специально ничего вообще не покупаю. Артему? Попросит, да. А, да, он не попросит. За какой костюм тебе летал? Вот это? Да, давай. Он не попросит, сто процентов. Он будет ходить пока... Он будет бриться кольки. Ладно, проверяем. Так, вот так. Не знаю, насчет шорта не маловат или? Вроде нет. Да, шнур. Поставим вот так. Как они фотосессии делают? Шорты не... Можно побольше? Ну, нет, хорошо. Хотя он тянет лучше. Элечка. Шорты, у нас же может такие-то, например. Шорт. Элечка. Шорт. Би-ю. Би-ю. Эм? Эм? Эм. Эль. 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 Один костюм-место. Вот так вот любимая жена оставила место для одного костюма. Ладно, я знаю по Турции карго. Можно просто упаковать и карго отправить сразу в Аланию. В общем, выбрал две футболки и шелкнет. Вон, там костюм сейчас Дашулька меряет. Прикольный, яркий такой костюмчик. Вот здесь разные возраста закупаются. Покажите. Жилетка, курточка. Ну, смотрится неплохо. Вот реально в разных городах и разные коллекции. Как так? То есть у нас этот же магазин в Алании есть. Что, Даш? Байер заказывает, да? Да, это же франшиза, а Байер заказывает. Ну, вот именно с кепкой, а вообще супер. Нет, супер, супер. Мне нравится. Нет, ну у меня у тебя, кстати, похоже есть костюм, да? Есть. Не нравится? Нет, прикольно. Я думаю, юбку можно взять, а кофту что-то не очень. Почему нет? О, смотри сама, но мне вроде как в костюме нормально. Костюмом нормальный. А Мэби Эс? Короче, понравилась рубашка цветом. Хочу, чтобы именно подписчики определились и сказали брать или вот такой цвет. Ну, так непонятно. Идет, не идет. Наверное, померяю, да? Сейчас пойду померяю и хочу, чтобы написали. Еще я люблю черное. Черное и белое, но Даша не любит. Вот такой черный цвет. Черное в 7 идет. Покажу. То есть, что у нее прикол в чем? Что у нее пуговицы не до конца. И она одевается как распашонок. Вот видите? А здесь у зеленой получается, что пуговицы, ну, как обычная рубашка. Но это хлоп, этот, как он, лен, да? Единственное, мне у льна не нравится, когда ты его носишь, он заламывается сильно. Если качественный материал, если стопроцентный лен, тогда будет залома много. Если, ну, вот как на этой, видите? То есть, она будет такая немножко помятая, в любом случае. Если будет добавление какого-то, я не знаю, там, полиэстера и так далее, то тогда она не будет так мяться. В общем, сейчас, наверное, померяю. Я ее не взял. Итак, прошлись, прогулялись туда-сюда, полазили по магазинам. Немножко, ну, там пару-косимов купили. В итоге я этой зеленой рубашкой не висел, потому что не гласать за нее. Потому что я реально понял, что нет места. Вот, и сейчас мы с Дашей оказались везде. У нас лагиталскую куплю. А здесь, кстати, есть прага. Ти. Ти есть. Чай, чай. Значит, Даша, поскольку любит китайской кухне, поэтому мы решили не скачать, я послезавтра... Картинок нет, конечно. Я здесь, наверное, ничего не буду, но посмотрим, что Дарья Витальевна здесь. Если я очень хочу есть, то он умирал. Есть один момент, что Даша очень мало кушает, но очень часто. Я, наоборот, поел и могу потом второй раз поесть еще вечером и все. Если есть сладкое, то какое это? Сладкое не надо. И фиш здесь заказывать не надо. Лучше фиш, ты знаешь, где здесь кушать. Здесь китайское острое, что-то заказывай себе то, что ты хочешь. Всякую такую штучку. Здесь, получается, не первая линия, но все равно до моря 50 метров. Яхточки стоят. Там чаек, кофеек можно попить, прогуляться. Ну, такой тихий, спокойный городок. Этим он и прелестен. И здесь очень крутая история. Очень крутая. Эти ликийские гробницы, там все находится в городе. Мы не поехали туда, потому что мы были там уже, ну, раз пять, наверное, на этих гробницах ликийских. Поэтому мы уже туда не поехали. Мы просто по городу гуляли. Это у нас как перевалочный пункт, и мы отправляемся дальше. Потому что на мотоцикле, сами понимаете, два дня подряд в пути тяжеловато. Ну, тем более, до шутки. Задись, и мне за рулем интересно. А ей вот как? Ножопник. Не очень. Это мой личный нажопник называется у мотоциклистов. Ты как едешь? С нажопником или без? С нажопником. Я буду улыбывать. Реально, в китайском ресторане заказываешь на двоих. Ой, на двоих. На одного заказываешь, и сидишь, ждешь. Ждешь, 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 ждешь. Говоришь, я не буду даже, блин, мне принесли тарелочку. То есть, я говорю, я не буду, мне не надо, не надо ненесить. Бабах. Это просто порция на одного человека. Нет, это вообще не на одного, это супчик. Суп со шпинатом, яйцом, просто целая постреля. И вот такой вот, ну, да. А я хотел другого покушать где-нибудь, там, по дороге шаурмы какой-нибудь, ну, ну, ладно. А другому не мешает. Не, ну, мы уже этим-то объемся. Ну, на ужин-то все равно мы захотим кушать. Все, сейчас, последний раз сегодня ужин, и все, вот это ужин и объект. Вот видите, а вы говорите, как худеешь? Вот держит меня в ежовых рукавицах. Ну, так вот, не дайте кушать Жене. Это Женя Давидов, только попробую дать не покушать. Если вы спотрохали. Да, хочу, пока суп не трогать, попробовать Дарью Виталиевну, ну, вот. Так, девочки, его не видно, почему-то. Дайди вот так, оп. Трогай. Ну, что скажешь? Еще не пробовала. А он, без ничего тоже, без мяса, без ничего, да? Возьму-фельбу, да? С маленьким приветством. Слушай, вот они реально готовят... Не вкусно, а ты не хотела? По-другому. Очень вкусно. Ну, все он вкусно. Да, не, не все равно, а именно вкусно. Они готовят по-другому. То есть, вот, помнишь, у нас же есть забегаловка от нового ладьи, походу, там нудом убрали, он другой там. Я не знаю, а здесь, ну, как надо. Это, ну, как, смотрите, сколько. Щука. Всем приятного аппетита. Кто на диете, переключайтесь. Заходите через пять минут, потому что, ну, будем есть. Не, кто на диете, забивайте. Ну, вообще, да. Вы знаете, я что-то поняла. Это реально факт. Это я по себе заметила. Как только ты психологически садишься на диету, ты реально жирнейшь. Я эту зиму ела просто как, я не знаю, просто как, ну, очень хорошо кушала. Вообще себе ни в чем не отказывалась. Ну, сладкое я не сильно любила, я там не знаю. Ну, ела и жирная, и соленая, и алкоголь. Вообще все кушала, что хотела. Пивасик. В общем-то, ну, прям ни в чем себе не отказывала. И я не поправилась. А вот у меня был период, когда я реально сгонялась. То есть я все равно, ну, как бы, у меня были срывы. Я реально полнела. Как-то так. Поэтому надо похудеть сначала. Это действительно питание, надо врезать порции. Надо вот, чтобы похудеть, на самом деле, многие как похудеть, как похудеть. Только один вариант. Это еда. Дефицит калорий. Дефицит калорий. Как только у тебя появляется в жизни дефицит калорий, ты начинаешь худеть. То есть ты можешь, в принципе, кстати, ну, здесь мы ничего такого полиминального не едим. Ну, и опять же, у Даши очень маленькие порции. Ну, я мало. Это важно. То есть я вот на завтраке поел, я вот груб, гряд, до сих пор примерно даже кушать не хотела. Она прям уже изголодала, уже голодная. Я люблю. Все, все, побежали, я есть хочу. Ну, я прям чуть не, ну, я реально там уже ворчала. Потому что на завтраке я съел много, а она съела чуть-чуть. Начала одно яйцо. Да, пошла себе там спокойно заниматься делами. То есть она меня еще ждала, пока я там до завтрака. Потом пришла, я еще до сих пор завтрак. Вот. Поэтому у меня немного живот торчит. Ну, хоть это не торчит. Хоть раньше у меня были и кубики. Ну, на самом деле, у него никогда не было кубики. Вот эта история про то, что у меня раньше были кубики. У него всегда был животик. Вот это, ну, такое призраковое дело. Ну, мне всегда нравилось. То есть я тебя выбрала в комплекте с животиком. Ладно. У меня все устраивает. Ну, у тебя такой, как бы, ну, не прям вот живот. Ну, просто, что у тебя никогда не было такого, знаешь, ну. То есть ты хочешь сказать, что у меня был живот? не прям живот видите какой битчево не скажи ладно а как меня это что тебя а что тебя тебя уже не лет я смотрю что хотим почистить что здесь такого прикольно креветки кстати он мелкий не знаю там вот про питание сбилась короче фишка в сон что надо себе подобрать удобно то есть вот реально самое если вы хотите прям быстро похудеть это интернат интервальное голодание у меня был период когда перед тем как мы ведущим пошли дом 2 у меня была цель погудеть и я пыталась интервальными водами реально вот и сильно много стрелок и намного я проглата отрещен но мне это не поносило радостно плане том что в телике да это было лучше чем если было полный кастерик прибавляет и тем не менее что хотел есть да всегда на панике не напали ну блин я всегда хотел покушать когда я питаюсь небольшими порциями за три раза допустим в день я ем до примерно вот тоже давай сразу скажем ты сладкая вообще не любит от слова совсем а я сладко я могу но и смогу съесть и могу съесть а я всегда хочу сладкий здесь ну короче надо подобрать себе правильное питание главное если вы хотите курить это дефицит калорий все волшебных таблеток нет палочки волшебных таблеток не существует волшебный призма существует нет я не хочу курить мне так хорошо мне нравится что он не переваренная зелень это же мне очень вкусно я очень голодная честно когда заказали потом выяснили что здесь есть шоп как он там вот вот это грустно вы оплачиваете сумму и сколько в вас влезет столько едите вот это вот сколько хочешь только ешь ты варишь и сколько хочешь мясо жаришь варишь все правильно в суп бросаешь что угодно стул бросаешь да ну здесь по-другому системы думаю я знаю я же там видел цены короче здесь это меню короче там на другую страну там ты туда заказываешь ты приносишь котелочек который варит где там заказываешь а там почти он то есть у третий десятый тех приносит и сам это варишь и ешь вот это по сути это блюдо который готовишь сам да есть система что вот там заходи там платишь там не знаю сколько кстати бай стоил футбот за 60 65 это 75 разный ну не думаешь что здесь примерно цены ну кстати фетхие и воланье небольшая разобъекция да по цене мы сравнили примерно 7 так ладно наш на этом ход под заканчивается нашим поведением что привыкает уже камень пошли на вот как бы не привыкла к вот этим длинным видео но ее приучаю потихонечку из нашего окон со сегодня прекраснейший закат просто сумасшедший переворачиваем вот такая глаз может видеть прекрасный закат отдыхающих уже нет на басике тоже у нас то есть в основном отельная тема отельчики отельчики все в зелени вот раз глаз прям радуется все в зелень но самое мимишно это вот эта история садишься в обед пока дашь отдыхал сидел наслаждаться так виду потолочек еще тот из бамбуковых палочек прикольнее вот завтра должна быть уже солнечная погода она и теплая сегодня было но завтра должна плюс еще и солнечная да шутка собирается решил посидеть даже ты собираешься или нет смотри здесь у нас прям здесь в этом в рестике люди люди сюда вместо приходят к нам люди сюда в ресторан приходят к нам где мы живем не как хочется ой но вышла посмотрите вот так руки в бок но артистичная ну не могу ну ну звездочка моя звездочка артистично артистичная звездочка куда пошли все потанцевал дорогой мой друг огромное тебе спасибо за то что ты досмотрел до конца конечно же если ты поставишь два плюсика я буду знать что именно ты досмотрел до конца этот видос также не забывай про лайк или дизлайк если не нравится ну и не забудь подписаться на мой канал также есть колокольчик чтобы у тебя выскакивало напоминание что новое видео уже на канале спасибо огромное с вами были сергей пынцарь и дарья пынцарь спасибо Продолжение следует...